Привет, дегустаторы! Сегодня у нас на обзоре коньяк Jean-Fiou Très Vieux, сверх выдержанный, в переводе с французского дословно очень старый коньячелло. И действительно, дистилляты, которые таятся в этой неброской коробчонке, насчитывают не менее 25 лет выдержки. Так-то. Коробчонка скромная, олдскул. Никаких наворотов, никакого вам тут хрусталя от бакара и прочих дребедений. Все максимально просто, если не сказать простецки, по-семейному, по-домашнему. Вот такая вот французская фермерская эклектика. Но, заметил я с годами, что красота в простоте. Ноль евро, я так полагаю, было использовано на маркетинг и рекламу. Оно и к лучшему. Давайте. Откроем и нальем по капельке, по маленькой. И погнали. Надеюсь, следующие 20-25 минут составить вам хорошую компанию. Оп. Ну. Вот всегда так. С прекрасным напитком всегда хочется не обидеть себя. Но, зная меру. Народ вопрошал... Бля-бля-бля-бля. Вроде еще не пил, а уже... Речь-то, а? Народ вопрошал в комментариях и вопрошает периодически, где, мол, обзоры на коньяк, дружище, что-то ты подзабил на него. Где отчет о напитке богов? Ну, во-первых, не считаю я коньяк напитком богов. Думаю, что все-таки это почетное место занимает виски, по крайней мере, в моем табеле о рангах. Но, во-вторых, если честно и откровенно, не радует коньяк в последнее время, друзья. Заметные, налицо дегенеративные изменения по части качества. Особенно это касается большой пятерки. Ну, тут недавно угощали моим любимым Рами Мартан, XO. Делал на него обзор. Так я опешил? Он резкий? Где эти невероятные переходы, изменения вкуса и ароматики? Довольно однообразные, какой-то блеклый даже мне показался. В общем, что-то случилось с карбюратором. Коньячные спецы и гуру. Отпишитесь в комментариях, что думаете. И по этому поводу я как бы особо не слежу за коньячными тенденциями. В чем дело? Вы знаете, отойти от этой большой пятерки, которая заполонила все, и вообще отойти от масс-маркета коньячного не так уж просто. Это совсем во мне виски индустрия. Это маленький регион коньяк. И масштабы производства совсем не те. Появляются периодически на рынке конторы, которые мимикрируют под многоуважаемые коньячные дома с многовековой историей, традицией, бла-бла-бла. Но мы стараемся все-таки не попадаться на эти уловки. Жан-Фи Ю, к счастью, это не тот случай. Действительно уважаемая контора, семейный бизнес в пятом поколении. Очень небольшой, очень своеобразный. С местами даже немного примитивный, что в общем-то и хорошо. И они могут позволить себе делать продукт, который нравится им, как мне кажется. Не продукт, который рассчитыван на нас. То есть на потребителей. Если вы все время ориентируетесь на среднего потребителя, то у вас и продукт в итоге выходит весьма средненький. Загуглите производство Жан-Фи Ю, и вы сразу все поймете. Это наши парни. Цвет. Цвет, друзья, у нас натуральный. Отвык я. От подобных эпитетов. Прекрасный, натуральный, темный янтарь, переходящий в красное дерево. Буквально абсолютное большинство коньяков, как вы знаете, подкрашиваются. Если не 99, то 95% наверное их. Здесь вот так настоящий коньяк. Действительно коньячный цвет, да? Вот так он выглядит после долгих лет, приведенных в бочки. Из-под лимузонского дуба и дуба Трансе. Ой, шикардос. Я не удивлюсь, если у них даже отсутствует холодная фильтрация. Ну, я не проверял, конечно. Кстати, если вы вдруг не знали, если вы только начинающий любитель и ценитель благородных алкогольных напитков, то да, коньяк, так же, как и виски, конечно же, в большинстве своем, увы, подвергают холодной фильтрации, дабы избежать этих пресловутых жирных кислот, которые в итоге дают осадок. Представляете, какой-нибудь очередной рэпер или гений нога меча, перешедший в Реал Мадрид, купит бутылочку за 3 500 какого-нибудь так Людовика 13-го. Там раз, опа, и осадок. Что это за шутки, мол, да? Они не понимают, что осадок это хорошо. No comment. Ладно, дам ему буквально еще чуть-чуть освоиться на дне бокала. И пока, если позволите, небольшую ремарку. Пришла в голову такая мысль, что любому дегустатору, любому из нас важно не зацикливаться на предмете своего исследования. Скажем, вот я предпочитаю виски, например, это моя страсть, да? Это предмет, который я... напиток, который я исследую скрупулезно. Важно при этом делать питейные паузы, друзья. Ибо острота ощущений теряется по мере того, как образцов становится все больше, да? Больше, больше, больше. Более того, не забываем, что алкоголь это вообще-то нейротоксин, который стимулирует выработку дофамина в крови, гормона радости. Ну а сопутствующая органолептика выработку эту стимулирует, да? О, знакомые, будоражащие воображения и рецепторы, ароматы. Ммм, счастье. Но ощущения эти постепенно начинают сходить на нет в момент, когда приходит перенасыщение. Поверьте, даже вот если будете потреблять какой-нибудь, я не знаю, Highland Park 30 каждый день в течение двух месяцев, да? Несмотря на всю его многогранность, все многообразие его палитры, рано или поздно ваш мозг будет дифференцировать этот процесс как рутину. То есть это наслаждение перерастет в привычку. И выброс дофамина, это доказано с научной точки зрения. Выброс дофамина в крови замедлится. И вам рано или поздно покажется, что, ёлки-палки, а виски-то не тот. Но это не виски не тот. Это уже вы не тот. Это вам уже пора закодироваться. Шучу, конечно. Вам просто пора сделать паузу. Поэтому мы сегодня делаем паузу, оставим виски в стороне и сосредоточимся на произведении искусства французских мастеров. Аромат. Глубокий. Выше средней интенсивности. Мармеладный, старый. Знаете, когда трудно с первых же секунд подобрать правильные эпитеты, правильное описание. Это говорит о том, что, во-первых, напиток очень нравится. Во-вторых, он достаточно сложный, комплексный. Ощущение, будто вскрыли старый, заброшенный склад. Погреб, скорее. И обронили там корзину с фруктами. Вот такое сочетание какой-то манящей таинственной затклости и фруктов сладких, тушистых, очень ароматных, по большей части переспелых фруктов. Это даже какая-то банановость, я бы сказал. Но цитрусовые, безусловно, здесь апельсин, цедра апельсина. Я бы даже сказал мармелад. Он такой джемовый. Несмотря на сороковник, кстати, он довольно-таки вязкий. И даже ощущается вот эта джемовость в аромате. Тропический переспелый фрукт. И, возможно, папайя. Ну, это такая вот нетипичная коньячная, цветочная, карамельная история с сухофруктами, с сайвой. И тут вот сложнее всё. Сложнее, наверное, в плане именно неожиданного прихода вот этой экзотики. Много экзотики здесь. Много тропиков. И начинают пробиваться специи. Целый калейдоскоп специй сложно ухватить. Каждый раз, вот я, как вы понимаете, не первый дремчик себе налил. Каждый раз что-то новое. Вот сейчас бергамот на первом, на первых парах. И это одна из моих любимых специй. Поэтому я сейчас вообще в экстазе пребываю. Вообще закончу всё. Да, бергамот. Может быть, чуть-чуть корицы. Да, ух. Силён. При этом он нежный. Да, нежный, не горчащий, тонинами, передержанными, старыми тонинами, античный дуб. Ну, я в восторге. Потому как он напоминает мне мой любимый армоньяк. При этом он более такой смиренный, гармоничный. Такого джентльменского типа, я бы сказал. Какая-то лёгкая цветочность на заднем плане проступает. Ну, по стобальной шкале сложности, да, он, может быть, не самый сложный. Но соблюдён изумительный баланс. Всё чётко, тютелька в тютельку. Вкусный и точка. Санте. 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 Маслянистый, вязкий, ласковый. Не хочется даже прокладывать. Поначалу переспелые фрукты, экзотические фрукты. Виноград, тоже спелый виноград. Я бы сказал папайя, переходящая в манго. Вот они меняются как будто местами. Потом табак. Именно табачный лист. О! Рансио окатывает. Изумительный вкус умами, вкус землистости. Вкус странный, который преследуют имени ценители. Вкус почти такой умами действительно. Мечтая средняя между сырным и грибами. Опять-таки табак. Может быть чуть-чуть кожи. Рансио. Когда мы их в последний раз встречали в обычных масс-маркет коньяках коммерческих. Да не так-то часто я вам скажу. Вот это олицетворение коньяка, на мой взгляд. Ну и в конце, кстати, финиш. Я бы не сказал, что... Может я просто болтаю много. Но я бы не сказал, что он сверхпродолжительный. Средней продолжительности. Ну дуб, конечно, присутствует. Мускат на орех. Но никакой горчинки. Никакой отталкивающей какой-то ноты. Ни малейшего намека на то, что здесь что-то не так. Что-то не то. Браво. Реально. Сыр Дор Блю. Табак. Экзотические фрукты. Блестящие. Ладно. Сделаем мою большую паузу. Скажу я наперекор. Кстати, спрашивали, что за трубка. Да все та же, друзья. Вот она, красотка. Савинели 310. А вы пока, друзья, оставляйте ваши комментарии. Какой коньяк взбудоражит ваши сердца на данный момент. Может быть, посоветуете вашему старому товарищу по цеху приобрести какой-нибудь интересный коньячелло. Итоги подведем через пару мгновений. Что, друзья, возвращаемся. Решил я тут все-таки прочитать вам сказку на ночь, чтобы спалось хорошо. Jean-Fleur Cognac. Premier Cru de Cognac. Premier Cru de Cognac означает, что Terroir Grand Champagne у нас. Самый, наверное, известный, почитаемый. Ну, я много о нем рассказывал. Не буду повторяться. Все по классике. Ну, они тут и пишут, что «Cognac классик, très volumineux et noble, avec un parfum appétisant, confiture d'orange, poire, con banane, agrume, vieux porte». Классический коньяк, полнотелый, согласен с вкусоароматикой, конфитюр апельсиновый. Груша, айва, банан, agrume, agrume – это сандаловое дерево. Ну, вы знаете, честно говоря, в этот раз сандал мне поймать не удалось, хотя было дело. Были подобные истории. Сегодня для меня это бергамотовое царство. Поэтому отнюхи я не печален тем, что без сандала... Ну, вот сейчас прочитал, и психосоматика сработала. Вот он, сандал, да. Хе-хе-хе-хе. Окей. И старый порт. Вот. То есть они не писали про рансио, они написали старый порт-вен, его профайл вкусовой. Ага. Ну, по сути, это одно и то же. Вы знаете, рансио – это... Ну, родом он из именно этой индустрии. Десертные португальские вина. Выдержанные, очень старые. Это не плод больного воображения. Это не какая-то фантастика. Ну, дело в том, что танины, вырабатываемые древесиной бочки, они, естественно, по мере оксидации трансформируются, и производят углекислый газ и кетоны, глюкозу. Кетоны в сочетании с химическими элементами аквавиты, дистиллята, они дают вот эту шикарную, благородную органолептику, которую не так-то просто и поймать. Для этого нужны годы, для этого нужен очень качественный дуб. Скорее всего, европейский дуб, лимузанский дуб, дуб трансе. Здорово. Ну, а что у нас по вкусу? Ария-бурш пуизанда и боазе, а векте реминиссанс де фруит экзотик. Фруит экзотик, он от маракуя и манга. Ну, просто экзотические фрукты, маракуя и манга, да. Ну, для меня сегодня это была папайя. Ну, окей. Д'accord. Па-ду-проблемы, зами. Что, закругляемся, еще глоточек на славу и здоровье почек. Итак, подводим итоги. Коньяк для души, коньяк, вот именно классика жанров, в чем-то даже архаичный. Ну, коньяк, каким он должен быть, на мой взгляд. Он гармоничный, живой, с характером, с душой, со своей харизмой. Коньяк для сигары, причем тут подойдет вообще, ну, все. Вот, серьезно, даже не думайте. Особо не мозгуйте. Единственное, что мне, пожалуй, не хватило, это градусы. Знаю, делают они экспрессии на 43. Ну, я всегда за высокие градусы, вы меня знаете. Вообще импонирует этот их подход. Из категории, знаете, а нам все равно. Делаем, как хотим. Вот даже не стали они тут удосуживаться, да, и полностью проигнорировали этот подход, что касается англицизмов в форме маркировки. Никакого тут EXO. Ну, хотя знаю, на рынке есть и тоже EXO. Но здесь и обошлись без этого. Тревье, и все. Да, EXO, если вы не знали, эти нововведения в конечный дом Хеннесси имплементировал в конце 19 века. Ну, а сам Хеннесси, естественно, был не французом. Парон Хеннесси был британским аристократом ирландского происхождения. Здесь Франция во всем. Чистая Франция. Vive la France! Небольшой пятерки едиными. Обращайте внимание на небольших семейных производителей. Но, что называется, делайте свою домашнюю работу, чтобы избежать вот этих современных контор, мимикрирующих под олдскул и традиции. Оценка. Ну, естественно, оцениваем по коньячной шкале. Я бы дал здесь все 91. Очень много. Ну, я предвзят. Он мне очень нравится. Моя палитра один в один. Оставайтесь на канале, друзья. Цените качественный алкоголь. Ну, и не забывайте, как говорил наш... Как говорил друг всех дегустаторов, Оскар Уайлд. Человек, я простой. Вкусы у меня простые. Поэтому я просто люблю лучшее. Любите и цените лучшее. Лучшей дегустации у нас всегда впереди. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok